МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Садитесь. Что вас беспокоит? Так начинается каждый день заведующим уртазинским фельдшерско-акушерским пунктом Розины Мугиновой. Жалобы какие у вас? Давление. Довольное окружение? Довольное окружение тоже бывает, да. Рабочий день у Розины Залиловны начинается в 8 утра. К этому времени она приглашает на профилактический осмотр детей и взрослых. После обеда патронаж, когда фельдшер посещает пациентов на дому, в том числе новорожденных детей. В общей сложности каждый день она обслуживает от 15 до 20 человек. Но это в обычные дни. Конечно, всё зависит и от сезонных заболеваний. Тогда пациентов становится больше. Мы же в деревне кто? И хирурги, и акушеры, и окулисты. Все же к нам идут со всеми своими проблемами. Иду приём пациентов. Неотложная медицинская помощь на мне. Зрение проверяем. Давление меряем. ЭКГ снимаем. Детям прививки делаю. Взрослым прививки делаю. На всё у меня сертификаты есть. И поэтому лекарственные препараты продаём. Приходится и ночью работать. Тяжело, конечно. Но Розина Залиловна никому не отказывает. В основном, признаётся фельдшер, вызовы на дом связаны с гипертоническим кризом и ишемической болезнью сердца. Бывает вообще вызовов не бывает. А как начнутся вызова каждый день, иногда по два вызова бывает, это уже тяжело, это на другой день, к восьми надо идти на работу, потому что знаешь, что уже тебя там ждут. У кого-то живот заболел, у кого-то ребёнок температурит. У всех же по-разному. Поэтому приходится взять сумку и идти. Но ещё хочу сказать, что сейчас уже время современнее, у всех машиной, поэтому пешком уж очень редко я хожу. Меня обычно привозят, увозят. Помогать людям Розина Залиловна мечтала с детства. Даже игры у неё были связаны с тем, что она, изображая врача, перевязывала куклам ноги и руки, лечила глаза и ссадины. Поэтому после окончания школы поступила в Бугульминское медицинское училище и, отучившись там, в 1990 году вернулась в родное село. Остаться в городе или уехать работать куда-то ещё, даже мысли не возникало. Где родился, там и пригодился, уверена фельдшер. Росла я в маленькой деревне, и там не было простого медицинского работника. Были больные, а медицинского работника не было. Вы знаете, вот я вырос туда? Да, да, да. Вот мне всегда хотелось, чтобы у меня в деревне кто-то был врач. И даже если мы упадём, там уши, ссадины, хотелось, чтобы кто-то обрабатывал. Розина Залиловна вспоминает, что на заре своей профессиональной деятельности приходилось нелегко. И даже не какие-то медицинские вопросы вызывали трудности, а отношения с сельчанами. Поначалу к молоденькой и неопытной девушке относились с настороженностью. Сначала работать очень тяжело было на селе. Нужно было сначала завоевать доверие у людей, уважение. Это далось не слишком легко. Себя учила, себя воспитывала. Как обращаться с людьми, какой подход. Каждому отдельный подход должен быть. Поэтому вот работая сейчас уже 34 года будет в апреле, я думаю, меня уважают и слушаются. Каждому человеку свой подход. Кто-то тебя слушается, кто-то тебя не слушается. У всех разные характери. Поэтому, зовя на какую-то процедуру, посылаю на диспансеризацию людей, я подхожу, объясняю. Кому-то один раз скажешь – слушается. Кому-то надо по плечу погладить, объяснить – слушается. Но в большинстве случаев слушается. Это удивительно, но свою работу Родина Залиловна оценивает весьма скромно. Считая, что главное ее дело – не пропустить серьезный случай заболевания и вовремя вызвать скорую. Что ж сказать, вот такой скромный человек. Но это если быть до конца объективным, работа у фельдшера – непочатый край. Также иногда бывает тяжело морально. Самое тяжелое для меня – это когда я иду. Это не ночные вызова. Это не что-то в работе. Тяжелое для меня – это когда я иду тяжелым больным. Когда они меня ждут с надеждой в глазах, они улавливают каждое мое слово. Когда надо найти такие слова, чтобы поднять, поддержать их, взбодрить их – это очень тяжело. Ну и самое счастливое, наверное, я хочу сказать, когда они мне говорят спасибо от чистого сердца. Спасибо, спасибо, говорят. Я за день слышу много раз спасибо. И когда дети, которые живут далеко отсюда, от родителей, в других городах, иногда летом приезжают в отпуск, видимся, они всегда говорят – спасибо, Родина, за то, что ты присматриваешь за нашими родителями. Вот все-таки, я думаю, это признание моего труда. Признали ее труд и в республике. Летом 2022 года Родина Мугинова победила в конкурсе среди медицинских работников и получила специальный приз за самоотверженный труд – машину от президента Татарстана. Фельдшерский акушерский пункт в селе Муртаза открыли в Бавлинском районе одним из первых в 2013 году. Для сельчан, в том числе и для фельдшера, это стало настоящим праздником. А раньше, вспоминает фельдшер, работали в холодных, неприспособленных помещениях, постоянно ломался котел, а работать приходилось в валенках и варежках. В 2013 году один из первых ФАПов в районе решили построить деревню Муртаза. Это в 2013 году. Мы осенью поставили здесь фундамент. Фундамент. И весной уже в мае ФАП начал работать. И в самом деле ФАП сегодня со всеми удобствами, где можно провести качественный медицинский осмотр и все медицинские процедуры. Сегодня у односельчан нет большего авторитета, чем местный фельдшер. И здесь ей верят безоговорочно, доверяя ей самое ценное – свое здоровье. Мы благодарим наше государство, нашего Раиса Татарстана и Минздрав Республики Татарстан за то, что они оказывают нам помощь населению. Построили такой ФАП даже в малых населенных пунктах, где оказывают медицинскую помощь населению. Наши деревни тоже открыли такой фельдшерский пункт, где работает наша уважаемая Розина. Оказывает помощь в любую погоду, несмотря на то, что снег и любое время суток. Она у нас очень отзывчивая, она очень любит свою работу. Вот у меня мама очень сильно больная, я за ней ухаживаю. У нее астма. У нее приступы бывают три часа ночи. И несмотря ни на что, мы иногда даже ее ждем время немножко, чтобы уж такое время суток, чтобы она не бежала. Она далеко живет, но она все равно, несмотря ни на что, всегда бежит, с улыбкой заходит, хоть четыре часа ночи, хоть этот, ну, в любое время. Всегда у нее улыбка, она работу свою знает. Всегда, в общем, наше солнышко, мама как называет ее, наше солнышко, чтобы она всегда светила. Розина Залиловна, мы с ней родились в одной деревне. Я ее знаю с маленьких лет, с Рождества. Как родилась, так помню ее. Она с маленьких лет выросла трудолюбивой девчонкой. Родилась в рабочей семье, в простой рабочей семье. Только хорошие слышу я, у кого, кого встретишь, только про нее хорошие говорят. Она никогда никому ни в чем не отказывает, всегда помогает от души. Всегда выслушает, всегда по назначению, например, к ней приходишь. Вот нам же, например, сельчанам тяжело туда в баблы ездить, уколы делать, например, ставить. А вот по назначению, например, там в больнице бываем на приеме, и вот там назначение делают. Мы приходим, вот она нам, конечно, по назначению делает уколы. Спасибо большое ей. И никогда не откажется. И вот благодаря тому, что у нее опыт, большой опыт своей трудовой деятельности, она нам может ей какой-то совет дать. Вот так, вот так делайте, чтобы уж нам в панику не поддаваться, чтобы уж вот так вот она объясняет, очень даже этот, хорошо с ней работать, очень хорошо. И мы так, это как сказать, что благодарны, что у нас есть такой фельдшер, здесь местный свой человек, и нам повезло с ней, конечно. Я Розину Залилевну знаю много лет уже. Она человек доброй души, отзывчивая, опрятная. В любую сутку времени может прийти на помощь. Нам советуют, как нам лечиться. Мы ее все уважаем, ценим. И вот от всего сердца я хочу сказать ей большое спасибо за ее теплое обращение нам, пенсионерам. Фельдшера я знаю со школой. Она уже 3-4 года работает в фельдшерном деревне Муртаза. Нам, муртазинцам, очень повезло, что у нас такой хороший фельдшер. Она в любую погоду, днем или ночью, всегда придет на помощь больному. Мы ей очень благодарны. И относиться к ней всегда только отзываются. Они очень с хорошей стороны. Болезнь не выбирает, когда в гости прийти. То под утро заявится, то ночью врасплох застанет. Но шансов у недугов нет никаких. Куда им тягаться с многолетним опытом и профессиональными качествами Розины Мугиновой? Хочу поблагодарить свое население за их доверие в меня, за то, что они мне доверяют. За то, что мы вместе, как бы одна семья живем мы. Они для меня тоже родные. Если что-то у них случается в семье, я сразу же бегу к ним. До приезда скорой помощи хоть что-то я оказываю первую медицинскую помощь. До свидания. Завтра не забудьте, пожалуйста, ко мне за минуту. Хорошо, хорошо. До свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дямаб Rob Wer ДimaTorzok Димбетенде 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 Посмотрим, что вàoганистях у нас, что он принял в муслим, и наше мнение своего какого-короанга, и наше мнение, что все еще стали «Совет» поскольку все мусульман, если это может быть уменьшим, то если он будет уменьшим. Главный вопрос. И вот, у нас есть истории, где поскольку мы в Рыбе Стокторстан, мы в нашей стране, мы, как может, наша из-за того, которые мы не знаем, там были мы, у нас были христианские, ахиллеры более like, мы отнимаем иханием. Потому что это при этом профессии, но в нашемza.'s бесп낭idente сказал Adam. Но в делу speaking к данномуÉмическому будет закрыта. В datах он утеряб Welle Орию. Берез gelir нет и того, Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...